15 февраля уже более 10 лет отмечается как день, когда люди вспоминают россиян, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Эту дату приурочили к очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, где свои жизни положили около 15 тысяч солдат. Благодаря нашим героям у нас сейчас светлая мирная нема над головой. Наши дети, наши внуки могут спокойно гулять, ходить в школу. Нельзя забывать такие моменты. Я сама 25 лет в вооруженных силах и многие мои коллеги были в горячих точках. Я помню это время еще училась в школе, когда был Афганистан. Ни в коем случае нельзя забывать. Каждый год в этот памятный день администрации Ленинского городского округа проводится возложение цветов к вечному огню на аллее славы города Видное. Здесь собираются общественники, представители патриотических клубов, советы ветеранов, правоохранительных органов, непосредственные участники боевых действий в Афганистане. Виктор Борисов в Афганистан попал в 1980 году. На тот момент он проходил срочную службу под Липецком. Девять месяцев участия в боевых действиях кардинально изменили его представление о жизненных ценностях. Непосредственно была угроза и нашим южным границам, нашим бывшим советским республикам Средней Азии. Хотя потери, конечно, невосполнимые в живой силе 15 тысяч человек, но наши ребята, наши бойцы с честью выполнили свой интернациональный долг перед Родиной и перед советским народом. В 2007 году в Видном на Аллее Славы установили памятник воинам-интернационалистам. С тех пор минута молчания 15 февраля проходит именно здесь. Это делается на постоянной основе, всегда и с большим таким глубоким не только уважением, а вот какой-то что ли пронзительностью, какой-то вот такой душевностью. Мы это будем делали, делаем и будем делать всегда. День памяти совпадает с церковным праздником Сретения Господня. Настоятель Георгиевского храма города Видное, отец Михаил Егоров, поздравил всех присутствующих православных и пожелал здоровья. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.